Добрый вечер, дорогие друзья! Вчера, как в воду глядела, продолжается череда прогулок по вечерней Алании на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня мы в самом центре города, на площади, которая названа именем Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики. 19 мая отмечается День его памяти, а также День молодежи и спорта. Не случайно два эти праздника объединены в один день. 19 мая 1919 года в городе Самсунг Кемаля Ататюрк выступил перед молодежью и объявил мобилизацию для участия в освободительной войне. В итоге войну Турция выиграла и затем была провозглашена Турецкая Республика. Этот праздник в Турции всегда отмечают торжественно, массово и ярко. Исключения были сделаны в период пандемии, но жизнь возвращается на круги своя. Накануне мэр города пригласил всех аладдийцев и гостей для участия в праздничных мероприятиях. Посмотрите, как сегодня много людей. Люди соскучились, соскучились по праздникам, соскучились по общению. Сегодня вечером в Алании будет шумно и красиво. Мы с вами в этом поучаствуем. Ну, конечно, к шествию нужно подготовиться. Мы сегодня не одеты по форме. У Тимура была специальная футболка с изображением Ататюрка, но он из нее вырос. Однако никаких проблем. Посмотрите, здесь всем желающим выдают флаги Турции. Обычно бывают еще и шары. Тимур, смотри, там еще и футболки. Так, ну футболки это, наверное, не для нас. А что, пойдем спросим, смотри. Интересно. Каждый раз у нас после шествия остаются флаги. А ну-ка спроси, Тимур, кому дают. Сейчас облачишься и пойдешь в первых рядах колонны. Да, вы посмотрите, и футболки выдают всем желающим. Сейчас Тимуру подбирают размер. Тимур, скажи, что у тебя элечка? Одинаковые? Ой, слушайте, ну все, к шествию готов. Что, маленькую дали? Спроси, Элька есть? Нету? Ну она все равно больше твоей, Тимур. Так что я думаю, ты нормально в ней будешь смотреться. Ну что, переодеваешься? Давай. Тимур, ну прям твой размерчик. Слушайте, у нас все на ходу. Благо погода позволяет переодеть футболку на улице. Держи флаг. Давай упаковываем твою футболку в сумочку. И вперед. Здесь еще и факелы выдают. Сейчас мы попробуем получить, но что-то нам подсказывает, что их дают и всем. Ну-ка, Тимур, давай вперед. Смотрите, я успела взять, Тимур, нет. Ну ладно, будем с одним факелом. И то хорошо. Слушай, нам теперь надо в начало колонны. Я вообще-то собиралась... Ой, там уже фейерверки, вы смотрите. Ой, и под ноги надо смотреть, и вокруг. Тим, пойдем посмотрим, что там происходит. Колонна с факелами стартует вот отсюда. У меня нужно туда. Подожди, Тимур. Я вообще собиралась встать вот с той стороны площади. Видите, где вот то здание, где написано Клеопатра Инк. Потому что колонна, красиво украшенные автомобили, поедет по дороге. А факельное шествие начнется, наверное, с площади. Ну, в общем, все узнаем на месте так спонтанно. Но ощущение праздника, оно уже у нас присутствует. Супер, как классно. Вот она, настоящая Турция с ее традициями. Смотрите, сколько молодежи. Ведь в основном же молодежь. Так, что происходит? Здесь уже кто-то куда-то двигается. Так, Тимка, давай все-таки перейдем туда, чтобы увидеть все это со стороны. А потом мы присоединимся к колонне. Потому что в колонну вклиниться, в принципе, можно в любой момент. Раньше она проходила по порту. Прям по всему порту. Посмотрим, как будет в этом году. Так, сейчас пробираемся вот в эту сторону. Видите? Вот такая череда. Какой красивый сегодня паровозик. Его наверняка многие видели и многие знают. Сегодня он особенно красив. Украшен шарами. Красные, белые флаги Турции. О, туда можно было сесть. Мы с Тимуром вообще уже потерялись, честно говоря. Пытаемся стоять на одном месте, чтобы попасть в начало колонны. Но это сделать невозможно. Посмотрите, она уже ушла далеко-далеко туда вперед. Ну, а где она заканчивается, предположить сложно. В общем, пока стоим здесь и наблюдаем за тем, что будет раньше. Тима, тебе в паровозик, да, хочется? Но там такая толкучка, мы уже не залезем. Тимош, лучше не надо, сынок. Это, знаешь, нужно было от начала, от порта садиться. Эту огромную праздничную колонну будет возглавлять мэр города. Он сейчас прошел вон туда. Дальше мы за ним не успели. Вокруг него столько людей. Дальше мы за ним не успели. Огромный многометровый флаг висут за автобусом, с которого доносится музыка. И вот за этим флагом уже пойдет основная колонна. Так, Тима, нам пора поджигать, да, я так думаю? Потому что, вон, смотри, с пакелами уже идут. Будем вклиниваться, да? Да. Я представляю, каково это по ощущениям ребенку оказаться в центре такого шествия. Перекрыли специально одну полосу движения на центральной улице. Вокруг работают кафе, рестораны. Машины ездят только по той полосе. А здесь мы с зажженным факелом. Мне это напоминает демонстрации и шествия времен Советского Союза. Но вот дети наши этого лишены. А Турция дает возможность ощутить себя вот участником такого грандиозного мероприятия. Конечно, это воспитание патриотизма в первую очередь. Это те традиции, которые хранят граждане Турции. Такое количество флагов. Машины вокруг пигналят, а там остановили движение тоже на той полосе. Ты хочешь флаг? Давай. Что-то как-то слабенько у нас факел горит. Я плохо подожгла. Я плохо подожгла? Скорее всего, да. Нет, смотри, они у всех так слабо горят. А нет, вон там хорошо разгорелся. Ой, здесь как красиво. Вокруг нас фаер-шоу. Автобус с музыкой от нас уехал далеко. Но видите, что в колонне люди сами поют. Я помню, что эту песню пели у Насти на свадьбе в самом конце. Тим, может, чуть-чуть постоим? Нет, мой ребенок идет вперед. Я хотела остановиться и снять так, чтобы вся эта колонна, вот она прошла вдоль нас. Чтобы я вам показала ту нескончаемую человеческую реку, которая сегодня течет по центральной улице Алани. Ну, а Тима рвется вперед. Он прям проникся духом этого мероприятия. Осторожно, Тимур. Столбики, столбики, Тима. Субтитры и Северсии Вот здесь мы заворачиваем, да, и поднимаемся наверх, на ту улицу, которая проходит над портом. Осторожно, Тима. Люди прям на перерез. Супер. А здесь еще и улица какая красивая. Вы посмотрите, фонарями как украсили. Кстати, сейчас в Алании многие улицы вот такие очень красивые в разноцветных фонарях. Алания. Тимур, Тимур. А, класс выше. Тимура попросили флаг выше поднять, да. Смотрите, в колонне следят за тем, чтобы было еще и красиво. Вы знаете, прям такое ощущение, как несколько лет назад, вот в эти допандемийные времена, когда Алания была вот такой яркой, шумной, веселой, дружной. Настроение прям суперовское сегодня. С праздником, Турция! Смотрите, как сдерживают движение на перекрестках. Какие тут пробки. Ну, с учетом того, что полуна длинная, машинам этим стоять придется долго. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребёнок вырывается вперёд, мне надо его не пропустить, не упустить, вернее. Если вам надоело следить за шествием колонны, вы можете вокруг разглядывать магазины. Тим, чуть-чуть ниже опусти, лучше будет гореть. Кстати, Пола Гараж – это один из тех магазинов, это вот та сеть, где уже установили терминалы и принимают карты МИРКО-плате. Сейчас вся Алания, впрочем, как и все остальные города Турции, украшена флагами. Вывесели их несколько дней назад. По большому счёту, праздничные мероприятия начались ещё вчера. У Тимура в школе вместо занятий был концерт и сладкая ярмарка, где продавали выпечку, которую накануне дома готовили родители и дети. Вчера мы отдыхали, сегодня отдыхаем и празднуем. А завтра в школу, а время позднее. Осторожно, Тимка, вот эти столбики, вы знаете, идёшь, когда, конечно, смотришь вокруг. Ох, как тут весело. Ой, какая красота открывается отсюда. Вот эта улица, она потрясающая для обзора порта. Она находится прямо над ним. Сейчас мы с вами остановимся в какой-нибудь точке и сверху посмотрим, насколько большая колонна и как она будет проходить по порту. Вниз, наверное, в колонне мы уже не пойдём. Хотя, в принципе, Тимур, если ты хочешь, ты можешь идти с колонной до конца, но потом вернись туда, где я остановлюсь сейчас. Или встретимся вот на том месте, где мы с тобой договаривались. Хорошо? Да, наверное, мы сейчас с Тимуром разделимся, потому что ему стоять смотреть неинтересно. Ему намного интереснее участвовать в процессе. Супер! А здесь уже музыка доносится из ресторанов, из кафе. Ой, чувствую я, что за это видео получу предупреждение от Ютьюба о нарушении авторских прав. Тима, осторожно! Смотрите, как мы сейчас с вами можем увидеть. Основная часть колонны всё ещё идёт здесь, а её начало уже в порту. Она разделилась как бы на две части. Вот этот спуск в порт её разделил. Огромное количество людей и тут, и там. Как красиво! Я давно здесь тоже не была, скажу вам честно. Уже стало забывать, какой он порт по вечерам. И конца, и края не видно этому потоку людей и машин. На этой улице расположено много ресторанов. И, конечно, им очень повезло с потрясающим видом. Давайте зайдём на террасу одного из них, посмотрим, как отсюда шикарно просматривается порт. Ну и не могу, конечно, вам не показать самончика, креветок. Так, креветки 950 лир. А за что? За килограмм, наверное? Да, там уже потом выбираете тех креветочек, которые вам нравятся. И взвешивают, насколько они выходят. Ой, простите меня, пожалуйста, отдыхающие. Как-то я, наверное, не очень правильно зашла сюда. Люди наслаждаются красотой и отдыхом. Ух ты! Отсюда, посмотрите, как видно прекрасно всю эту колонну. Вот этот флаг огромнейший. Да, далековато я остановилась. Надо было дальше ещё пройти немножечко. Ну, буду знать. Супер, супер, конечно. Красивый праздник. Достойно отметили. Хорошая организация. Вы знаете, я поняла мне, что в ту сторону возвращаться, что через порт идти одинаковое расстояние. Я тут знаю потайные тропки, как немножко срезать дорогу. В общем, бегу теперь за колонной. Пока заходила в ресторан, она уже ушла. Так, бегу догонять колонну. Ну, и на место встречи со своим ребёнком. Супер, классно, потрясающе. Мы сегодня ещё с Тимкой думали ехать, не ехать в центр города. Добирались сюда больше получаса на автобусе. Но абсолютно об этом не жалеем. Правда, сейчас нам ещё надо вернуться отсюда домой. Колонну почти догнала. Она идёт левее. А я подошла ближе к кораблям, чтобы вы могли разглядеть красоту вечернего порта Алании. Но сейчас, вы знаете, так набегу. В следующий раз мы с вами здесь, наверное, детально прогуляемся. Алания настолько красивая. Гулять не перегулять. Вы знаете, сколько лет мы здесь уже живём. Я не перестаю для себя что-то новое открывать, узнавать и удивляться. Так, вот они, машины. Мне сюда. Я сегодня участвую. А, в мероприятии. Так, газоны. Такси. Ну вот в этой колонии я смотрюсь более гармонично. Потому что у меня флаги Тимур оставил. Сам убежал с факелом. Там, в порту, я с этими флагами немножечко выделяюсь. Из массы обычных отдыхающих. Конечно, далеко не все знают о том, что сегодня такой праздник. Многие туристы удивляются, что происходит в городе. Но я думаю, что ошибиться невозможно. Это, конечно, праздник. Это радость. Это прекрасная Алания. Мне так жарко. Вы знаете, бегу-бегом. Так, скорая помощь за мной. Мне она... Нет, я и не мешаю вроде проехать. Представляете, как много людей, да, что притормаживают даже машины. Вот у меня сегодня марафон. Посчитать бы еще, сколько калорий я сожгла. Тима сначала хотел залезть в одну из этих машин, но потом решил, что лучше пойдет пешком. Ой. Ой, как здесь шумно. Мне туда. мне вперед, в любом случае, в ту сторону. Заблудиться невозможно. Ой, шарики задела, но не лопнула. А это джипы, на которых обычно возят туристов для экскурсии. Сегодня их используют вот так. Там за нами осталась сцена, и я вот, честно говоря, не знаю, на какой сцене будет проходить концерт, потому что одна там за нами, а другую, возможно, сделали возле здания мэрии, но не видела, с этой стороны не подходила. Сейчас все разглядим. Так, опять мы с вами в гуще событий. Подошли к слагу. Пугая я, спортсменка. Так, обойдем с этой стороны, в принципе. А, его уже здесь сворачивают. Так, ну пойдемте. Сегодня видео, конечно, такое, поливалочка. Реальный онлайн вам устроила. Да, флаг сворачивают. Мы с вами пробираемся. Слушайте, ну давайте, наверное, уже я буду выходить из колонны, потому что она здесь очень плотная. Ой, пардон, пардон. Очень плотная, и я буду в ней терять время. Переживаю за ребенок. Ну, вырос, повзрослел. Сам уже перемещается. А, мы ее с вами сбоку обошли. Смотрите, вон она там осталась. Здесь небольшой парк с аттракционами, но он такой скромненький. И мы даже вот его, когда Тимур был маленький, особо даже и не рассматривали. Есть еще один парк в Алании. Он находится на въезде в город. Ну, он тоже как-то особо нас не впечатлил. Как здесь дымно, можно так сказать, да? Задымлено. Какой мы мощный круг с вами дали. Люди довольны. Чок-бюзель, конечно, впечатления самые, что ни на есть, положительные. С чувством выполненного долга люди расходятся. Да, вон она сцена за зданием мэрии. И концерт, скорее всего, будет проходить там. А вот отсюда все и начиналось. Сейчас здесь уже тихо и спокойно. Ой, что такое? Что за крики? Ага, это стоят эмблемы партий. Муниципалитета. Ух ты! И смотрите, да? Те, кто видел возрождение Ирдугрула и продолжение этого сериала, государство Осман, знают, что это за знак. Вот, кстати, один из немногих памятников Ататюрку, который установлен в Алании. Здесь как-то нет культа памятников, мне кажется. Больше развешивают флаги с изображением Ататюрка. Ататюрка. Вот их можно встретить часто на всех праздничных мероприятиях. Эвакуатор использовали для того, чтобы перегородить дорогу. Вот, люди, видите, я оттуда, а люди все еще туда. Потому что праздник продолжается. А я сейчас вам покажу, здесь ли мой сын, чтобы вы не переживали. По поводу встретились мы и не встретились. Смотрите, красный свет, но машины остановились, чтобы пропустить людей, потому что очень много, большой поток. Так, здесь зеленый, здесь проходим. Проходим. Ребенок, вижу ребенка, вон сидит на лавке. Молодец, исполнительный, красавчик. Ну все, дорогие друзья, на этом я с вами сегодня попрощаюсь. Спасибо, что прогулялись с нами. Тимура, где твой факел? Выгорел? Нет, его забирают там. А, забирают? Да ты что, надо же. Жарко? Вы знаете, душно, да. Еще от того, что мы очень быстро шли. Ты водичку купил, да? Ой, смотрите, как красиво, как все украшено, как все подсвечивается. Ну и, конечно же, Алания ждет туристов. До свидания. Всего хорошего вам. Не забывайте ставить лайки. Спасибо.